Новое воплощение, куда-то делать надпись. Далее внутри появились кармашки для ручки и два небольших кармана и один подкаркер. Появился карабин. Раньше его не было. Пластиковый, но спасибо, что он есть для ключей. Ну и довольно вместительный вот так вот карман. Дальше. Карман для зонтика. Многие использовали для термоса, черный. Сейчас его уже нет здесь. Не знаю, есть тропинка или нет, но не ощущается как раньше. Здесь все-таки небольшой карман, из которого периодически могло что-то выпасть один для документов. Один для того, чтобы положить очки сюда. Но опять же о том, что для очков уже ничего не свидетельствует. А внутри получается раз карман, два кармана. Здесь карман большой под замком. Здесь для ручки карман. Ну и большой для ноутбука, для 14-го. Вот. Для маленького зонтика можно использовать вот эту вот, большой клапан кремычки. Что с одной, что с другой стороны. Здесь мягкая, на несколько полосок поделенная. Ну и большой такой солидный обхват, который он даже выпирает. Ну вот, в принципе, ручка такая же, как и была, без изменений. Здесь чуть-чуть удешевили за счет того, что она теперь не сплошная. То есть вот здесь вот начинается подкладка и здесь заканчивается. Вот. А дальше идет просто сложная, непонятно что. Но жесткого такого, как было раньше, нет. И здесь клапаны стали проваливаться больше. Так, больше без изменений в основном. Как обычно, пакетик. А, да. Цвет еще поменялся. Стал серым. Ну, в принципе. Вот и все. Пропал. Пропал куда-то логотип Mi. Скорее всего, это лютая подделка того же самого ДНС. Ну и цена в половину меньше. Хотя веш по качеству тот же самый. Все остальное под большим-большим вопросом. Покажет только время.